всем привет дорогие друзья вы на канале smartwatch канал только о смарт часах и более ни о чем на данный момент я нахожусь уже вторую неделю в южной корее или 2 недели южной кореи уже начал вот в таком прекраснейшем месте называется монастырь чесон очень хороший мы имные люди там не золото деревни поля горы красиво здесь короче именно по этой причине я снимаю видос не в своей студии квартире у себя в зале а вот сейчас здесь на дороге с коленки так скажем видосик но он того стоит почему потому что есть очень хорошие новостишки которые же я сам обнаружил так как сейчас нахожусь на учебе и особо не слежу за новостями часов но один из подписчиков выложил телеграм-канал кстати ссылочка в описании видео интересная информацию которую я вам хочу сейчас прочитать не проговорить а прочитать да а что же за информация умные часы galaxy watch 7 уже они даже есть дорогие друзья информация до обойдут смартфоны galaxy s24 все остальные смартфоны с android часы получит 3 нанометровую платформу вот так вот дорогие друзья вот такая эта информация и читаю дальше компания apple уже продает смартфоны с данной платформой которая производится по нормам 3 нанометров и ближайшее время по этому показателю нее не будет конкурентов на рынке смартфонов в принципе однако судя по свежим данным 3 нанометровая платформа может быть у новых умных часов samsung ну получается samsung galaxy watch 7 как сообщается корейский гигант выпустит свою первую платформу с 3 нанометрами именно для умных часов это будет новая платформа exynos w но название ее пока нет при этом exynos 2400 на которых будут основаны смартфоны galaxy s24 как и snapdragon 8 gen 3 будет производиться по платформе 4 нанометров таким образом galaxy watch 7 видимо обгонит весь рынок умных часов так как никакая модель сейчас не имеет 3 нанометровой платформы а заодно и весь рынок смартфонов с android и ход на нормы 3 наномета позволит сделать новую платформу более энергоэффективный для умных часов это крайне критично но на самом деле так что это действительно крайне критично по тем потому что новые часы в принципе да смарт-часы имеющие такие замеры как и кг там артериальное давление ну и всего остального как в galaxy watch 6 например они действительно энергоемкие и батарею максимум на что может хватить это двое суток и не более того многих это не устраивает другие говорят что да вот я себе купил часы там я не у меня неделю держит я хочу вам сказать что у этих часов которые держат неделю нет таких так скажем вычислительных процессов и замерительных датчиков как на galaxy watch 7 с таким потенциалом часы вот как galaxy watch 6 вернее да они никогда не смогут на данном этапе держать неделю почему потому что это очень энергоемко если бы это возможно было то samsung уже это бы сделали дорогие друзья а те которые деле держат неделю у них достаточно на данном этапе ну примитивные замеры так скажем вот и все поэтому возможно это действительно будет какая-то такая революция в данном случае в автономной работе часов и возможно благодаря данной платформе 3 нанометровой часы galaxy в частности будут держать пять дней представляете такое же было но на этих watch 5 про до пяти суток они держали ну естественно если там отключить все это вот все автоматические замеры жизнедеятельности человека но будем надеяться что все таки это будет правда хотя для меня в принципе не проблема заряжать часы они заряжаются достаточно быстро поставил там буквально 30 40 минут и у тебя сто процентов заряда ну тем не менее если они будут держать дольше то я буду только рад ну а вы не забывайте подписаться ну и там внизу там вот будет ссылочка на эту статью и на телеграм-канал обязательно подписывайтесь спасибо за внимание до свидания вы были на канале smartwatch